На Псалом 127. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Смотри, как пророк начинает здесь с того, чем кончил там. Как там он ублажал тех, которые не постыжаются, имея Бога своим помощником и защитником, так и здесь начинает тем же блаженно, говорит, все всякие, боящиеся Господа, ходящие путями Его. Опять говорит о всех вообще по поводу иудеев. Хорошо сказал он все. Будет ли кто рабом или господином, бедным или увечным, и кто бы то ни был, ничто не препятствует ему иметь это блаженство, о котором он говорит. Другое блаженство, ложное и мнимое, которого домогаются многие, едва ли может составиться из множества благ, соединившихся вместе. Если эти блага не соединятся вместе, то никто из людей не может быть счастливым. Например, кто богат, тому этого недостаточно для счастья. А нужно присовокупить к тому и здоровье, потому что кто богат, но увечен, тот далек от счастья и даже несчастнее бедных. Многие люди, богатые, но страждущие от болезни, считают блаженными бедных, собирающих милостыни по переулкам, а себя несчастными, несмотря на тысячи талантов. Если же иной и здоровый богат, но не достает ему славы, то опять новое препятствие несчастью. Есть люди, которые, имея много богатства и здоровое тело, невыносимо страдают при виде военачальников или облеченных другой властью. Не имея никаких почестей, они считают себя несчастнее всех, будучи обязаны подчиняться тем, в сравнении с которыми часто их слуги гораздо богаче. Пусть будет и слава, и богатство, и телесное здоровье, но если не будет безопасности от козни бесчисленных врагов, завидующих, злоумышляющих, ненавидящих, осуждающих, клевещущих, то человек будет опять несчастнее всех, будет проводить жизнь зайца, боясь теней, трепещая и страшась всех. Если же он будет свободен и от этого, будет любим всеми, и все благополучно соединиться у него, и слава, и богатство, и безопасность, и почести, чему соединиться невозможно. Но допустим это, если все это стечется к нему, и ни в чем не будет недостатка, если и любовь народа, и величие славы, и обилие богатства, телесное здоровье, и всевозможная безопасность, и непобедимость соединяться у него, то такой человек, вступивший в брак с злонравной и развратной женою, часто бывает несчастнее всех, не имеющих ни одного из тех благ. Пусть у него и жена будет добрая и согласная с его мыслями и желаниями, но он имеет худых детей, и по необходимости бывает несчастнее всех, или вовсе не имеет их, потому скорбит и плачет. Вообще, на что не посмотришь человеческое, увидишь много недостатков, для чего говорить о чем-нибудь другом. Часто худой слуга все расстраивает и приводит в беспорядок, и нет ничего столь непрочного, как гордость человеческая. Но не таков боящийся бога, он свободен от этих волн, пребывает в тихой пристани и вкушает истинные блаженства. Вот почему пророк, оставляя все прочее, называет блаженным только его. Счастье человеческое невозможно, если не стекутся все блага, или лучше сказать, когда истекутся, то оно колеблется от того самого, что составляет его. Часто богатство погибает, красивая жена умирает, прислуга изменяет, дети делаются отца убийцами. И вообще, как я сказал, во многих отношениях все это непрочно. А здесь хотя бы стеклись все бедствия, ничто не только не вредит блаженству, но делает его более крепким и более прочным. Ни бедность, ни бесчестие, ни телесная болезнь, ни злоба жены, ни злонравия детей, ничто другое не подрывает и не колеблет этого блаженства. Оно не от них имеет свое начало, чтобы колебать от их колебаний, но имеет корень свыше и потому остается несокрушимым. Если хотите, объясним это примерами. Иосиф не был ли рабом, изгнанником, лишенным отечества, невольником варваров, сначала сарацин, а потом еще более свирепых египтян, не считали ли его прелюбодеем, не подвергался ли он обвинению и клевете, не сидел ли в темнице, не был заключен вузы, но получил ли он от этого какой-нибудь вред? Напротив, поэтому он и стал блаженным. Подлинно, удивительно, что это блаженство, как я сказал, не только ничем не уменьшается, но еще становится блистательнее и славнее. Если бы Иосиф ничего такого не потерпел, то не был бы столь блаженным. 398. Хочешь ли я скажу и о таких, которые сильно предавались порокам, но потом вдруг переменились и отстали от всякого зла? Кто был несчастнее разбойника? Но он вдруг стал блаженнее всех. Он совершил множество убийств. Был приговорен к распятию на кресте, приведен на смерть, осуждаем всеми, проводил все время и истратил жизнь в делах злых. Но так как он в короткое время показал как следует страх к Богу, то сделался блаженным. И блудница, торговавшая своей красотой и предававшаяся всем на поругание, и потому бывшая несчастнее всех, стала блаженной, показав, как должно страх к Богу. Нет зла, которого не уничтожал бы страх Божий. Как огонь, приняв железо хотя бы самое испорченное и покрытое большой ржавчиной, делает его ясным и светлым, очищая его и совершенно исправляя повреждения, так и страх Божий. В короткое время совершает все и не допускает ничему человеческому вредить тем, которые проникнуты им. Не был ли немощен Тимофей? Не был ли он постоянно в болезнях и страданиях? На кто был блаженнее его? Иов, скажи мне, не находился ли в бедности, бесчадии, в жесточайших язвах телесных? Не подвергался ли оскорблениям, поруганиям, злословию, голоду и всем человеческим бедствиям? Но и он стал блаженнее всех. Все это не только не поколебало его, но и сделало более твердым. И жена вместе со всеми другими огорчала его, но все это еще более прославило его. Представляя это, пророк и говорит, блаженны все боящиеся Господа, хотящие, ходящие по путям его. Дабы ты не подумал, что для тебя достаточно страха, он и присовокупил. Ходящие путями его, указывая на то и другое, боящиеся и ходящие. Многие, имея право и веру, но проводя развратную жизнь, стали несчастнее всех. Поэтому, чтобы слова его не показались в этом отношении несправедливыми, он и прибавил. Ходящие в путях его. А какие это пути Божии, как недобродетельная жизнь? Через нее можно зайти на небо, достигнуть Отечества и узреть самого Бога. Путями же его называется, потому что через них можно зайти к Богу. Пророк не сказал путь, но пути. Выражая, что они многочисленны и различны. Бог устроил много путей для того, чтобы обилием их сделать для нас восхождение к Нему легким. Одни из людей сияют девством, другие прославляются брачной жизнью, иные украшаются вдовством, одни отвергли все, другие половину. Тебе восходят праведные жизни, эти покаянием. Для того Бога устроил так много путей, чтобы тебе удобно было идти. Ты не мог после бани крещения сохранить тело свое чистым? Можешь очистить себя покаянием. Можешь богатством, милостынием. У тебя нет богатства? Можешь презреть больного, посетить заключенного, подать чашу холодной воды, принять странника под кровь свой, пожертвовать зелепты, как вдовица, и плакать с плачущими. И это милостыня. Но ты не имеешь ничего совершенно беден, слаб телом и даже ходить не можешь. Переноси все это с благодарностью и получишь великую награду. Такова была добродетель Лазаря. Он никому не помогал деньгами, как он мог делать это, не имея сам необходимой пищи. Он не ходил в темницу, как он мог делать это, будучи не в силах сам подняться. Он не посещал больного, как он мог делать это, будучи сам облизываем псами. Но и без этого он приобрел награду за добродетель мужественным перенесением всего, тем, что в виде жестокого и бесчеловечного в чести и роскоши, а себя в таких бедствиях не произнес ни одного непристойного слова. Потому он и наследовал Лона Авраамова. Хотя был ничем не лучше мертвого, бездейственно лежа тогда перед вратами богача, увенчан вместе с патриархом, совершившим так много добрых дел, прославлен и помещен в лоне его тот, кто не раздавал милостыни, не подавал руки обижаемому, не принимал странников, не мог сделать ничего другого подобного, но только за все благодарил Бога и получил светлый венец терпения. Подлинно! Великое дело! Благодарность! Любомудрие! Терпение! Среди таких страданий! Это высшее добродетель! Зато Иов был увенчан, поэтому и дьявол говорил, кожа за кожу, и все, что человек имеет, отдав за душу свою, но простри руку твою и коснись плоти его. Немалое дело обуздать страждущую душу так, чтобы она ни в чем не согрешила. Это равно мученичеству, это верх добра. 399 Так, если и ты, возлюбленный, подвергнешься болезни, горячки или ранам, и боль будет заставлять тебя сказать какую-нибудь хулу, то ты воздержишься, будешь благодарить и славить Бога, то получишь такую же награду. И для чего роптать, скажи мне, произносить богохульные слова? Разве боль сделает от того легче для тебя? Даже если бы она и делалась легче, и тогда не следовало бы решаться на это и терять спасение души, заботясь доставить облегчение своему телу. Между тем, боль от этого не только не облегчается, но еще и становится тяжелее. В самом деле, дьявол, видя, что он получил некоторый успех, дошедший теперь до ропота, усиливает огонь печи, разжигает болезнь, чтобы ты исполнил его желание. Таким образом, если бы даже, как я сказал, боль и облегчалась, не должно делать этого, если же ты не получаешь никакой пользы, то для чего губишь сам себя? Но ты не можешь молчать. В таком случае, благодари Бога, прославляй того, который искушает тебя в этой печи. Вместо ропота произнеси словословие, тогда и награда тебе великая, и боль сделается легче. Так и блаженный Иов говорил, Господь дал, Господь и взял. И еще, неужели доброе будем принимать от Господа, а злого не будем? Но мне скажешь, Бог не дал богатство. Чем легче рано? Ведь ни одно и то же лишиться богатства, насладившись им, или не испытав его и жить в бедности. Если многие из людей бедных, видя бедствия других и сравнивая со своими, считают свои бедствия сравнительно тягчайшими, то сравнивая себя не с другими, а с самим собою, они чувствуют скорбь, конечно, тем тягчайшую, чем боли и прежний опыт дает чувствовать потерю. Так и бессчадие. Испытываемое с самого начала легче бессчадия, следующее за многочадием. Ни одно и то же не получить чего-нибудь, или после получения лишиться. И так мужественно переноси все случающееся. Это для тебя мученический подвиг. В самом деле, не только то составляет мученичество, когда кто получает приказание принести жертву и не приносит ее, и даже решается лучше подвергнуться терзаниям, нежели исполнить это. Но и то делает мучеником, когда кто, несмотря на боль, принуждающий роптать, решается терпеть и не говорить ничего непристойного. Так Иов не за то увенчан, что получил повеление принести жертву и не принес ее, но за то, что мужественно перенес скорби. И Павел прославлен за то, что с благодарностью переносил бичевание, скорби и все прочее. 128.2 Ты будешь есть от трудов рук Твоих. Блажен Ты и благо Тебе. Почему пророк двукратно повторяет блаженство? Потому что он знал великость этого блаженства, услаждался представлением его. А какое, скажи мне, будет добро? Жена Твоя, как плодовитая лоза в доме Твоем, сыновья Твои, как масличные ветви вокруг трапезы Твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословить Тебя Господь с Сиона и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни Твоей. Что, скажи мне, говоришь Ты? Это ли блаженство? Это ли благо, благосостояние дома, наслаждение своими трудами, множество детей, жена? Нет. Это только прибавление. Ищите прежде Царство Небесное, и сие все приложится Вам. Так как пророк говорил людям еще несовершенным, то он и убеждает их, как малых детей, предметами чувственными. Не удивляйся этому. Если Павел во время такого любомудря поступает так же с людьми, пресмыкающимися по земле, убеждая их таким же образом, то тем более это свойственно пророку. Где же так поступает Павел? Во многих местах. Так, когда он рассуждает о девстве, то ничего не говорит им о будущем, но представляет только освобождение от скорбей, происходящих от брака. Так же, когда говорит о почитании родителей, то убеждает таким же образом. То есть, говорит, первая заповедь с обетованием. Какая заповедь? Чти отца твоего и матерь твоей, и будешь долголетен на земле. И опять, когда пишет о любомудре в отношении к врагам, представляет чувственную награду, выражаясь так. И сие творя соберешь ему на голову угли огненные. Но Христос не так, потому что он беседовал не с слабыми, но за девство он означает царство, а за любовь ко врагам – уподобление Богу, сколько возможно для людей быть подобными Богу. И даже в Ветхом Завете, когда руководились чувственностью, мы видим, что люди, способные к любомудрию, убеждались предметами высшими. Указывая на это, Павел и говорит, «И все сии умерли в вере, не получив обещанного, только издали, видели их и радовались». Таким образом, наградой боящимся Бога служит не только это – наслаждение собственностью, жена, дети, благосостояние дома – это только избыток и прибавление. А главное и великие благо заключается, во-первых, в самом страхе Божием, который сам по себе составляет награду, потом в тех неизвеченных благах, которых око не видело, ухо не слышало и на сердце человеку не приходили. Благословить тебя Господь от Сиона, и увидишь благое и Иерусалима. Увидишь сыновей у сыновей. Благом он называет город, богатство, благолепие, победы, почести, благосостояние, плодородие, безопасность, мир. 402. «Благословить тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей, увидишь сыновей у сыновей твоих, мирный Израиль». Хорошо пророк прибавил это слово о днях. Действительно, это особенный знак дара Божия и доказательство его промышления, чтобы не терпеть ничего человеческого, не терять и не испытывать превратности, разве когда Бог во гневе сам отнимет данные. «И увидишь сыновей у сыновей твоих». Но многие, скажешь, боявшиеся Бога остались безветными. Что же из этого? Мы подвязаемся не для настоящих благ, но преимущественно для угождения Богу, а потом в надеждах на будущее. Тогда в Ветхом Завете было это наградой, а теперь небо и благо небесное. Если ты при страхе Божьем не имеешь детей, то почему знаешь, не давал ли Он тебе других благ, больших этого благополучия? Он, богатый, не одним способом благодетельствует всем, но различно. Сколь многие, имевшие детей, считали блаженными неимевших, сколь многие, имевшие богатство, кончали жизнь несчастней бедных, сколь многие, наслаждавшиеся славою, как бы пронзены были этим мечом и потерпели жесточайшее бедствие. Не исследуй же происходящего и не требуй отчета от Бога, но переноси все мужественно и с благодарностью, в особенности не привязывайся ни к чему настоящему. Потому тебе и повелено возносить такую молитву, в которой ты произносишь только одно прошение о чувственном предмете и больше ничего. Притом оно по умеренности своей также становится духовным. Во всем прочем говорится нам о небе, тамошнем царстве, совершенной жизни, избавлении от грехов, а о предметах чувственных нам повелено произносить только одно слово. Какое? Хлеб наш наслышный, подавай нам на каждый день. И больше ничего. Так как мы призываемся к другому отечеству и предназначены к высшей жизни, то и наши прошения должны быть сообразны с нею. А эти временные блага, если они притекают, должны отвергать с великим усердием. Мир на Израиле. Молитва, соответствующая обществу. Этого особенно желают те, которые изнурены продолжительной войною. Какая для них польза в остальном, если нет мира. Потому он обещает им главное из тогдашних благ. Безопасность, мир и притом постоянный. Это преимущественно и есть дело промысла Божия. Давать и не допускать лишения. Человеческие предметы по самой природе своей скоро приходящие и непостоянные. Поэтому, желая показать, что это дается им не просто, но по высшей воле и мановению Божию, Порок сказал во все дни, обещал мир постоянный. Так и было, сколько зависело от Бога. Если же он был нарушен, то опять это произошло от их нечестия. Как тогда, когда Бог угрожает людям наказаниями, а они покаянием отклоняют гнев его, он останавливает наказание. Так и тогда, когда обещается благо, а имевшие воспользоваться обещанием окажутся недостойными, он не исполняет обещания. И так, сколько зависело от него, он обещал им мир во все дни. Но они своим нечестием нарушили дар. Говорю это для того, чтобы мы не отчаивались, когда он угрожает, но покаянием отклоняли гнев его и не предавались беспечности, когда он обещает благо, но ревности и справности в жизни доводили обещание до исполнения. Если мы не будем поступать так, то одно обещание не может спасти нас. Так и Иуде было обещано, что он сядет на престоле с одиннадцатью учениками, но он не сел. А причиной тому не обещавший, но сам Иуда оказавшийся недостойным обещания. Так и мы, имея обетование царства, не будем беспечными, но станем исполнять должное с нашей стороны, чтобы сподобиться вечных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава в обеки веков. Аминь.